МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Итоги. Обзор самых интересных и важных событий недели. Сегодня будут тёмные сёла, бедный бюджет и снежная Хакасия. С этого и начнём. В среду выпало слишком много снега. Коммунальщики разгребают до сих пор. А тогда дороги моментально стали скользкими. Утром на Аскизском тракте под автобус залетела легковушка. Её водитель погиб. Полиция закрыла движение для пассажирского транспорта. И люди застряли на автовокзале. Уехать нельзя было даже в Черногорск. Наверное, на улице придётся ночевать. Автовокзал закрывается же. Пойти некуда. Днём с Абаканского автовокзала нельзя было уехать в Шира, Черногорск, Аскиз, Чапаева и другие населённые пункты. Кто-то ждал полтора часа, кто-то два. Другие просто сдали билеты. Никто ничего не говорит. Какие-то варианты вы рассматриваете? Как добраться-то? Да, есть вариант. Сейчас за мной приедут. С Миросинской. Вот и весь вариант. На кольце ГАИ стоит и разворачивает все маршрутки назад, сюда выгружаться. Вы просто здесь стоите и надеетесь, что едете? Вдруг. Просто так станет. Ну да. Вдруг кто-нибудь подберёт. Да там всё закрыто, все, кажется, закрыты. А почему на улице ждёте, не под крышей? А там народу много. Внутри автовокзала нет свободных мест и стоит гул. Все надеются, что попадут домой и звонят семьям, чтобы не волновались. Среди пассажиров много сельчан, которым не по карману такси, а они, со слов людей, воспользовались безвыходным положением пассажиров. До Московского тысяча рублей. Сколько ещё раз? Тысяча рублей до Московского. Я спрашивала, спрашивала у таксистов. На автовокзале мы нашли свободного таксиста. Говорит, у него цена старая. Ну или просто не признаётся на камеру. Не повышаете? Я лично, нет. В автобусной цене возите? В автобусной цене нет. Ну, пускай там на 5 рублей подороже, ну и всё, не больше. Добрый вы человек? Ну так, воспитание такое. Перроны пустые, а вот автопарк непривычно видеть в полном составе. Тут и газели, и большие автобусы. Сейчас начало третьего. Парковка Абаканского автовокзала забита под завязку. Дирекция рассказала, что сейчас закрыты 100% направлений. И насколько всё это затянется из-за непогоды, неизвестно. Те, кто регулярно ездят в Абакан на работу и в больнице, говорят, что не помнят, когда в последний раз отменяли все рейсы целиком. Даяна Ивельсон, Евгений Сульбереков, Нотабене. Я тоже не припомню, чтобы все направления были закрыты. Дорога в Саиногорск в каток превращается часто. К этому привыкли. Перевал в Красноярск засыпает снегом нередко. А в этот раз прямо стихийное бедствие. Причём дорожные службы работали. И по нашим данным, Минтранс Хакасии был уверен, что закрывать трассы не надо. Рассказывают, что чистить снег дорожники начали с Таштыбского района, потом Москиский, Бейский, Усть-Абаканский, Алтайский. Работала вся техника. Однако полиция заблокировала автобусы. Получается, что все силы дорожников Хакасии густой снегопад победить не могут. Полиция зафиксировала три десятка аварий. Так всегда бывает при резкой смене погоды. Кстати, очередные осадки синоптики прогнозируют в субботу. А теперь о тёмной Хакасии. В республике без света сидят дома культуры, закрываются садики под угрозой отключения школы. И всё это едва не закончилось трагедией. В подсинем машина сбила ребёнка на велосипеде. И случилось это на тёмном участке. Там, где энергетики отключали освещение за неуплату. История тянется с прошлого месяца. Минтранс всё обещал заплатить, но свет загорелся только после аварии. Чиновники два этих события не связывают. Говорят, так совпало. Это дорога в подсинем, где энергетики отключили освещение за долги. Велосипедист ехал во встречном направлении. В момент аварии в пятницу вечером на трассе не горели фонари. Возможно, поэтому его и не заметил водитель. Парень 14 лет попал в больницу с переломами. В Минтранс-Республике пояснили, что деньги на электричество направили на прошлой неделе. Включить сразу не получилось, так как подстанция, которая питает участок дороги, в частных руках. На переговоры ушло время, да и платеж был разбит на несколько частей. Аказ Автодору должен был за свет около миллиона рублей. Правительство погасило всю сумму после того, как получило бюджетный кредит. А в Сейногорске на день без света остались три садика. Их даже закрыли на сутки. Причина та же. Долги энергетикам. Мэр Михаил Валов в соцсетях написал, что деньги он нашел. Часть отдал в тот же день, остаток на следующий. Похожая ситуация была в Бейском районе. Но до отключения не дошло. Глава района Иннокентий Стрибков рассказал, что один разрез заплатил налоги раньше, а другой подарил полмиллиона рублей на долги за электричество. Все это временные решения и ситуацию не изменят. Корень проблемы в заблокированных счетах. Причем муниципалы в этом зачастую не виноваты. Зарплату в садиках, школах и домах культуры платит республиканский бюджет. На отчислениях, например, в налоговую, экономит. А там все строго. Нет денег – арестовывают счета организации. Любые платежи тут же встают. Ни угля купить на котельную, ни молока детям в садик. Получается, что деревня страдает из-за долгов республиканского бюджета. Сельские чиновники, может, и рады заплатить за электричество. Да не могут. И уже давно. Например, в Усть-Камыште дом культуры два месяца без света. И всю зиму не работает уличное освещение. В селах ситуация острее некуда. Но при этом главы сельсоветов массово отказываются от денег республиканского бюджета. Минфин предлагает опережающие дотации. Однако именно эту помощь селам выгоднее не брать. Вот я хочу вам показать наш зрительный зал, концертный наш основной зал, где на данный момент темень такая, что просто опасно для жизни. Это дом культуры в поселке Усть-Камышта. Здесь энергетики еще в декабре прошлого года отключили свет во всем здании. Заниматься возможно только там, где хватает дневного освещения. Главы поселения Аскизского района отправили обращение на имя губернатора Хакасии с просьбой выделить дополнительные средства, чтобы они смогли разблокировать счета. 36 миллионов. Минфин, в свою очередь, предложил главам опережающие дотации. Большинство отказались от такой помощи. Если мы сейчас возьмем эту опережающую дотацию на разблокировку счетов, то месяца через три у нас не будет зарплаты. Мы съедим всю дотацию. Впрочем, единства среди муниципалов в этом вопросе нет. В Аскизском районе три поселения согласились взять все деньги сейчас. Главный вопрос, как долго села смогут ждать дополнительных денег. Если ДК без света еще посидит, то угроза закрытия школ и садиков серьезнее. По словам главы Аскизского района Абрека Челтыгмашева, с образовательными учреждениями у него пока все нормально. Однако, проблему с блокировкой счетов должно решать правительство. Выход должен быть один. На самом деле, надо проводить сессию, изыскать дополнительные средства. У нас по республике хватает 14 миллиардов рублей. И задача правительства сегодня эти деньги изыскать. И чтобы эту проблему снять, раз и навсегда. Необходимо добавить дополнительную дотацию поселениям. Не только Аскизского района, но и целом нашей республики. Письма о дополнительной помощи губернатору Хакасии отправляли четыре главы района. Больше всего просил Ширинский. И там согласны. На любые деньги из бюджета региона. Мы попросили опережающую дотацию у Минфина. Нашу дотацию. Но на погашение задолженности нашей социальной сферы по электроэнергии. То есть школы и тадики. Минфин сегодня на эту дотацию выделил. Она счета поступила. И завтра уже с утра мы ее разгоним. Поэтому угрозы отключения социальной сферы Ширинского района не будет. Про дополнительные дотации района Минфин сегодня молчит. Отсылает в администрацию губернатора. А там направляют обратно в Минфин. Известно, что республиканский бюджет взял кредит и 240 миллионов направит на разблокировку счетов. Однако, по данным Верховного Совета, нужно в три раза больше. Надежда Савельева, Григорий Сараев, Нота Бене. Верховный Совет обнародовал, кто, сколько и кому в Хакасии должен, чтобы выпросить денег из Москвы. На этой неделе наш парламент отправил письмо в Госдуму. Депутаты пишут, что без денег из центра бюджетники останутся без зарплаты уже в марте. Содержать школы, больницы и садики тоже не на что. А всем, кому можно было, бюджет уже должен. У нас кредиторка 5 миллиардов на 1 января этого года, которая тоже в полной мере, мы не видим источник, как его перекрыть. У нас из 99 субъектов 64 муниципальных образования, у них заблокированы счета. То есть ситуация крайне сложная. Из-за ареста не заплатишь за свет коммуналку поставщикам продуктов в школы и садики. Предприниматели отказываются работать. Под угрозой отключения от электричества садики и школы в районах. Об этом депутаты прямо пишут в официальном письме Володину. Но нужны 720 миллионов рублей. Но даже если долги отдать, платить каждый месяц за воду, свет, тепло и закупать уголь будет не на что. На все это нужно еще 6 миллиардов. А в казне их просто нет. Коллеги, нет возражений принять это обращение? Понимаю. И еще в тексте обращения Володины указано, что принятый в декабре бюджет не обеспечен доходами на 10,5 миллиардов рублей. То есть источников для поступления такой суммы в казну в Хакасии просто не существует. И заработать 10,5 миллиардов, несмотря на оптимистичную стратегию экономического развития, республика не может. Об этом общественники, напомню, осенью говорили вслух и неоднократно. План никогда такой вот на 10 миллиардов не выполнялся. Районы осенью же отказались принимать свои бюджеты, ведь денег хватит лишь на полгода, максимум 9 месяцев. С тем бюджетом, который будет у нас на следующий год, до марта месяца и больше я не проживу. Глава бюджетного комитета Олег Иванов сегодня настаивает, с главным финансовым документом республики все в порядке. Он принят оптимально, потому что если показать больший дефицит, просто Минфин России не пойдет на это. А у нас около 6 миллиардов федеральных средств по нацпроектам с заложенным финансированием в республиканском бюджете. Поэтому бюджет регионов, он имеет определенные параметры, за которые выйти нельзя. На тот момент необходимо было принять бюджет. Бюджет принят. Без денег. Бюджетники это почувствовали в полной мере. Авансы за февраль некоторые получили только в начале этой недели. Чтобы заплатить авансы и февральскую зарплату, Минфин взял бюджетный кредит. Опенять на нацпроекты тоже странно. Республиканских денег нужен всего 1% от суммы. То есть от 6 миллиардов рублей из республиканской казны. Траты на новые больницы, дороги и дома культуры. Это всего 60 миллионов. Депутаты в своем письме просят российское правительство проверить финансы республики и выделить нам дотации. Письмо в Госдуму это старый метод. В первый раз такой ход Верховный Совет сделал еще при Зимине 3 года назад. Тогда впервые заговорили о дефолте и просили 28 миллиардов. То есть еще один бюджет республики. Денег тогда дали в 5 раз меньше. Но видимо способ нашим политикам понравился. С тех пор они им и пользуются. С каждым разом денег дают все меньше. РБК в пятницу опубликовала информацию, что Владимир Путин поручил правительству Хакасии проверить доходы республики и с мая по август показать свои предложения. У главы Хакасии другая информация. Валентин Коновалов на прямой линии в четверг заявил, что решение о федеральной помощи будет в апреле. После казначейской проверки. Полагаю, Коновалов в московскую помощь верит слабо. Иначе зачем он заговорил об еще одном кредите? Смотрим с таким здоровым оптимизмом, но проблемы объективно есть. И кредит, который мы взяли, теоретически возможно придется брать еще. Прямая линия в целом похожа на постановку. Во-первых, вопросы сглажены. Вместо «где деньги?» ты же обещал. Вопрос «будем ли брать кредит?» И вообще, какой кредит? Коновалов же против кредитов. Или уже нет? Во-вторых, в этот раз не позвали СМИ. Полагаю, как раз, чтобы сгладить вопросы. И без чужих журналистов можно сделать псевдопрямую линию. Ну, когда все вопросы записаны заранее, а все опасное вырезано при монтаже. При таком подходе понятно, почему эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций поместили Валентина Коновалова на последнее место рейтинга влияния губернаторов. Собственно, в прошлом месяце глава Хакайсии был на предпоследнем месте. Так что падать далеко не пришлось. Но ниже уже некуда. Дальше. Суда калмыков против Владимира Штыгашева не будет. Во всяком случае, пока. Наказать спикера за обидные слова о службе калмыков карателями хотели двое человек. Один из них местный. Его иск о возмещении морального вреда отклонил суд. А второй приехал из Калмыкии. Виталий Дагинов. Бизнесмен. Он к суду подготовился, собрал исторические справки, подключил юристов. Но когда приехал в Хакайсию, судить депутата передумал. Взамен спикер парламента разрешил калмыкам выступить на сессии парламента. В Абакан прибыла делегация из Калмыкии с намерением подать исковое заявление на главного парламентария Хакайсии. Напомним, месяцем ранее на сессии Верховного Совета Хакайсии Владимир Штыгашев высказался о депортации калмыкского народа. Спикер сказал, что не было ни одной семьи, где кто-нибудь не служил бы карателем. В Калмыкии после этого прошел митинг с требованием наказать Штыгашева. Адвокаты и историки месяц готовили документы, чтобы привезти их в Абаканский суд. Однако после личной встречи со Штыгашевым передумали. Мы пришли, мне кажется, к взаимному удовлетворению сторон. Я отказался от своего иска в один рубль. Владимир Николаевич дает возможность мне или нашим представителям выступить на сессии Верховного Совета. Виталий Дагинов говорит, что оценил сумму морального вреда в один рубль, потому что не деньги главное, а историческая правда. Гости из соседней республики расскажут о ней на сессии 25 марта. У Владимира Штыгашева это не первый межнациональный конфликт. Как их гасит, спикер парламента знает. И есть ощущение, что нынешний скандал для депутата закончится ничем. А теперь самая просматриваемая новость с сайта Юго-Сибири. Жительницы Абазы вернули сына спустя 13 лет. Все эти годы женщина разговаривала с портретом. Пропал парень в 2006 году, когда учился в Абакане на юриста. Программа «Жди меня» выяснила, что парень потерял память после драки. Студенты выходили бездомные, а когда память вернулась, сын постеснялся возвращаться к матери. Но теперь все хорошо. Эту историю почитали 58 378 раз. Женщины, поздравляю вас с наступающим праздником. Побольше вам счастья и любви, но и подарков хороших тоже. И на этом у меня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok